Семён Бурда Через его фильмы, монологи, стихи Я вырос на Днепре Тогда в нём летом не цвела вода Густым зеленоватым цветом А может быть цвела всегда И в детстве я не видел это В Ленинградской был маленький пиюлок Он вёл к Днепру Это было такое пролетарское Украинская, русская, еврейская улица Я бы сказал так Это была Днепропетровская Молдаванка Если хотите У меня были замечательные друзья Мы выросли на Днепре Мы плавали Мы были бедными У моих соседей были лодки-плоскодонки Я со своими друзьями переплывал в Днепр в 13 лет Потому что я был таким заморышем Они были настоящие Я плавал с ними, я не мог И они меня любили Жалко, многие из них просто закончили жизнь печально Кто в тюрьме, кто где Это были замечательные, славные ребята И будь они в другой ситуации Так что же Ты родился в доме, которого нет На улице, которой нет В стране, которой нет А жил ли ты вообще? И чем подтвердить это? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прислушайся Услышишь вновь Во мне звучит порою За равнодушие Любовь Как скрипка за стеной ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кажется, моя мать Счастливый человек Все она делает с удовольствием Варит варенье Продает семечки Ругает отца Мы бедные, но честные И книга, которую я читаю Пойдет на бумажные кульки Кому-то повезет Съест семечки И прочтет пушки Стихи И откуда они берутся? Из этого солнца Из этого варенья Что в том толку Если ты живешь на улице Где все обо всех знают И ты должен жить Как все Так решено Так всегда было Так будет Но если нет Так это все равно Как если бы Скрипач Мотько Вылез и брать на крышу Чтобы его было видно Это все Это мои старые друзья Мои приятели Я приезжаю сюда по делам Я уезжаю назад В Москву А они Остаются И неизвестно Кому из нас лучше Мы были просто очараны А что, было плохо? Нет, ну не качали за кадрами? Академия вне Ксения сказал такую фразу В свое время Это не так давно было Когда мы начали 25-летие киностудии Когда Он сказал Вот мы учились Занимались Гребительским кино И считали Что мы все В себе готовим В будущей жизни Не понимая тогда Что это и была Настоящая жизнь Я тебя как классика процитирую Спасибо В память и стольной капкан Похоже Тогда вам казалось Что жизнь и кино Это одно и то же А когда вы поняли Что это не так? Да Вот это я как раз Прекрасно помню Да, конечно Мы все были Под каким-то Социальным гипнозом Но мне повезло С отцом У меня был просто Замечательный отец И талантливый человек Он одессит Он преподавал физику Я бы сказал Что огромное количество людей В городе Меня знало И знает И помнит еще По моему отцу Они говорят А вы сын Там Льва Семеновича Да Я его сын Ну мы вас помним Да у вас был потрясающий отец Он нам ставил двойки Ну отца любили все поколения Учеников Он был очень язвителен Он был остроумен Он никогда с детьми не заигрывал И мой отец Человек который прошел войну Всего первого дня Был начисто лишен иллюзий И я бы сказал так И о товарище Сталине Я знал лет Скажем с девяти Я уже читал Двадцатый съезд Двадцать первый Все это Это все мне рассказывал отец Ну правда еще был товарищ Ленин Это была следующая иллюзия И товарищ Дзержинский От этого следовало постепенно избавляться Надо сказать Что я к совершеннолетию От этого избавился И в этом смысле Мне больше повезло Раб перед домом спящий Радости числит на скупах Раб подметает, моет Чавкает, если б ест Безумец воды боится Глупец толчет ее в ступе А я не отсюда Господи Я не из этих мест Дай разобрать буквы У входа на жарких плитах За что ты солнце такое Льешь на меня окрест Твердил я слово глухое А получилось молитва Я просто сдирал струбья А вышло, что клал крест Здравствуйте, вам твои стихи на музыку положите Очень приличное получение Да, и ансамбль Он громко Я хочу сказать Что делал Беня Мне нравится Сеня Сеня Да, мне тоже она очень нравится У нас была в киностудии газета С непроличным названием И можно было Я сейчас называлась Скажи как Не скажу я Ну скажи Я вас Ну скажи Я сказал Я помню эту историю Дивну Да Только время давали Наши смехи А потом Бортком пришел И уже газеты не было Кто-то недавно из старых поэтов Того шестидесятки Годов сказал Что с разочарованием Хотя бы нас тогда читало Когда были А сейчас же никто У нас были читатели У меня были читатели Они следили за строчкой Они вникали Нас любили Слушай, дай бог каждому Такого читателя Вы оправдывали существование Такое мощное Правда не с теми же результатами Мне погадали И оказалось Я не знал этого Что там скажем так Левая рука и правая На левой руке Все линии говорят о том Что в тебе заложено отрождение Линия там ума Жизни, меланта И прочее А правая Это то, что получили Реализовала И вот, да Когда их кладут рядом Не надо, нечего Да, я посмотрю Что реализовалась Это ужасная Это не пойдет Нет, так вот Значит, там Что оказалось Да Нет, я меня больше Не фигурить и салк Как бы вот Блор Венеры Нет Блор Венеры покончено Мы его счастливы Сорвнали Когда Александр Аркадьевич Галич Пришел на дачу И висела эта гиря Про которую все знают И он подошел Сказал Скажите, пожалуйста А что это за гиря А ему человек сказал Это, говорит, говномер Он говорит Ну перестань Ну что это Какой говномер Все очень просто Александр Аркадьевич Это, вы понимаете Еще коммуникации Не подвели А дерьмок поднимается А гиря опускается И по этой гири Я вызываю Сенсационные машины В результате всего Александр Аркадьевич Галич Взял и написал Такие строки Замечательные Четверости Такие строки Замечательные И на этом я заканчиваю Все было пасмурно И серо И лес стоял Как неживой И только гиря Говномера Качала Медной головой Не все бесцельно В этом мире Хотя и грош Ему цена Не все бесцельно В этом мире Покуда существую Люди И виден Уровень Говна Вот Что я заканчиваю Когда ты мне говоришь О том, что Там, скажем В заботе Я пошел В свободный пояс Тогда было другое кино Это было романтическое кино Романтическое отношение К армии Там какой-то Проходил Что он хотел бы В армию пойти После такой картины Снимали мы Этот фильм Без сценария Сценария не было Это был Лагерный сбор Студентов После окончания Семидесятых Кажется, в мире Исчезли птицы Из грамматики Исчезли все времена Кроме настоящего И нет ничего важнее Чем идти в ногу И равняться На стриженный затылок В первые дни Было во всем этом Что-то Киплинговское Этакая бравада Пыль, пыль, пыль От шагающих сапог А дорога не кончается И солнце прибили Гвоздями к небу Сокол один Я сокол три Понял Действует в качестве Дозорной машины В направлении Высоты безымянная Прием Есть заводить Вторая передача Обороты тысячи восемьсот Сокол один Я сокол два Противник не обнаружен Сокол один Я сокол два Выпота молчит Брос interests Брос make Бросить Обороты Бросить Бросить Заводить Заводить Бросить Сокол один Четв deux Гротрите Натерина Гротрите Оскор Roto Уничтожin' То Бросить Выплатя Наверное, это здорово. Ты студент, водишь танк, пишешь стихи, снимаешь кино. Все получается. Как у Светлова. Большая дорога, дорога удачи. Несмотря на то, что я снимал кино, и как бы стыдно об этом говорить, был там ловят всяких всесоюзных фестивалей, мы получали множество дипломов, мы снимали тогда уже профессиональное кино. Тем не менее, несмотря на всю лояльность, я постоянно ощущал за своей спиной дыхание наших силовых министерств. Оно не только шло за мной. Зачем это им было нужно, непонятно. В мире вообще стояла тишина. Трава была вся под асфальт. Рано или поздно каждый из нас становится перед выбором. Ну, как бы так, с кем ты, по какую ты сторону. Тогда я выбрал, я, скажем так, перешел в оппозицию существующему, скажем, режиму. Потерял работу и там много лет, так сказать, как-то жил внизу социальной лестницы, но мы там себя прекрасно чувствовали. Это было время подлёдной литературы, подлёдного кинематографа, подлёдной поэзии. Жизнь была наверху, а подо льдом была ещё одна жизнь. Мы жили внизу и замечательно себя чувствовали. Падать нам было некуда. Дальше фронта не пошлют. Снимаются уже сняты, все с работы. Но время от времени появились какие-то статьи там, ну, злопыхательские. Но это нас не утомляло. Мы жили, мы работали бродячими фотографами, мы жили на задворках империи, мы обедали там на обочинах, мы пели вино, мы пели песни, мы читали те стихи, которые мы хотим. Но потом время изменилось. Тот советский мир казался нам холодным, но этот оказался ещё холодней. Что же моё поколение? Способны мы идти в будущее? Или останемся частью истории 20 века, застыв, как жуки в янтаре? Субтитры создавал DimaTorzok Копытами площадь оглушена, мечей и копий не счесть. Но трижды счастлива та страна, в которой рыцарь есть. Наладили сёдла и в стремена, зовёт их святая месть. Из авиньона, из кюстрина, из всех христианских мест. Вскинет епископ сухую ладонь, поплывёт колокольный дым. Старикам не впервой разжигать огонь, а каштаны таскать молодым. Белокурые рыцари, цвет земли, жёлт и чёрен восток. Коварен афганец, упрям семит, твёрд дамасской клинок. Но лица их горним светом полны, как будто весна крест. Прочные их доспехи, кони сильны, золотом вышит крест. Перекрестились, скрылись в пыли, храни Богородица их. За гробом Господнем они ушли, не думая о своих. О, когда бы у Господа был Господь, разве стал бы Он созерцать? Как невеста ждёт, как из года в год береет в золоте прядь. О, когда бы у Господа был Господь, разве дал бы Он сгинуть им? Старикам только дай горшки расколоть, а умирать молодым. И когда бы у Господа был Господь, не исчезла бы без следа. Это древняя кровь, это пылкая плоть, как в пустынном песке вода. Вас печатали в России, Израиле, в Соединённых Штатах. Вы много ездили. Как вам кажется, чем мы отличаемся от них? Чем отличается, скажем, американская легенда или американский миф от российского мифа? Когда я смотрю по телевизору социальную рекламу, последнюю, где снимаются там все звёзды, Мордюкова, Ефремов, где убирают урожай с короликами, и внизу титр. Всё у нас получится. У нас. Не у тебя, не у меня, не у него. У нас. У каких-то абстрактных. Какие-то абстрактные мы. В этом как бы разница мышления. У нас общинное мышление. А на Западе мышление индивидуальное. У тебя получится. И ты сможешь поить. Ты один против всех. В этом американский миф. И мы против всех. Иногда мы против всех. Это хорошо. А иногда это заканчивается печально. Когда заваливают трупами поля сражений. Когда посылают подъебать молодых людей. Когда разваливается армия. Когда разваливается гражданская жизнь. Потому что это мы. И кто это мы? Кто эти абстрактные мы, которые так и не умеем. И пока ещё не научились жить. Достойно. Каким образом и связана ли, вообще-то говоря, любовь и поэзия? Скажем так, если мы дистансируемся, то мы можем не сказать... Понятно. Человек ли поэзия? Нет, подождите. Это Петралка. Петралка, скажем, это сублимация. Петралка это сублимация. А Казанова, скажем. А Казанова, скажем, это реализация. Оценяй где-то по себе. Я в промежутке. Но я думаю, что я всё-таки дальше от Петралки. И ближе куда? Никуда. Ближе к самому себе. Ближе никуда. И всё ещё идёт игра. И тёплый дождь, как из ведра. И красных яблок, кожура. Сквозь зелень сада. Чего мы ждём? Пора бежать. Уже проснулись сторожа. Уже проснулись сторожа. И где-то рядом. Бежим по бешеной воде. Воронками вскипает день. Она то пропадёт в дожде. То вновь найдётся. Смеётся. Скачут не в попад. Шары под майкой. Дразнят взгляд. И тянется. И тянет сад. И юбка бьётся. А дождь не дождь уже. Гроза. И пляшет чёрная коса. Меня, как цепь шального пса. Навек отметив. И кажется, что вся в слезах. Одна. На весь огромный сад. В худых лопатках. Та коса. Одна на свете. Я каплю за её спиной. Ловлю протянутой рукой. И под стремительной водой. Рука качнётся. А там державчина оград. Где, как свеча. Мёцает сад. Две яблони. Склонясь, глядят. Во тьму колодца. Такие стихи. И вдруг книга для детей. Она будет издана? Ну, по поводу этой книги. Дело в том, что она как раз была готова довольно давно. В 93-м году она была готова в матете и уже готова к печати. Но так сложились обстоятельства, что выход её задержался. В этом году я надеюсь, всё это получится. Дело в том, что я работал с такой молодой, талантливой художницей Викой Буриковой. Она сама из Днепропетровска. Ну, как-то так мы вдруг решили сделать такую книжку. Чем взрослый отличается от ребёнка? Думаю, что мы все взрослые похожи на такой дом, в котором на определённых этажах уже не живут люди. Там никто не живёт. Это комнаты нашей памяти. Они для нас закрыты. Воспоминания, впечатления. А ребёнок – это человек, который входит во все комнаты этого дома. А взрослый постепенно закрывает их. И к концу жизни у нас остаётся одна, две, ну, три комнаты. Наверное, детские стихи позволяют войти в одну реку дважды. Прочтите что-нибудь. Если земля круглая, если она кружится, значит, со мной кружится кошка, и это лужица. Она как юла вертится или как мячик катится. Не потому ли на улице время так быстро тратится? Гни, как цветные ленточки, много их или мало. Дождик считает веточки, сбился. Пошёл сначала. Наверное, где-то есть кнопки, как в парке у каруселя. Нужно нажать на жёлтую, чтоб жёлтые листья летели. На белую будет иний, снег над дорогой, Санки на синюю вечер, синий, наш домик на полустанке. Но кто эти кнопки включает? Кто за них отвечает? Где это всё находится? В моей голове не сходится. Кем же вы себя ощущаете в этом мире? К мужу я себя отношу? Нет, я просто как бы пёс, бегущий по краю моря, скажем так. Я наблюдатель. Я и участник, и не участник одновременно. Был к безделью не приучен, Джераламо невезучий, чтобы спастись от разных бед, он объездил целый свет. В день не утирял он ген, падая с коням, падая, не нашёл жены в женеве и в тоскане тосковал. Бился с барсом в Парселоне, разуверился в Вероне, в пампе он хотел пампушек, манты в манты искал. Въехав в яму на Ямайке, он не стал копать в клондарике, и к тому же в лавалете проигрался в пух и прах. А ещё во время страсти он раскладывал пасьянцы, масть на масть, как звук на отзвук, страсть на старость, смех на страх. И никто не знал откуда, и никто не знал куда он, то он словами слонялся, то он в беженск убегал. В помирании не помер и уехал жить в житоме, а пасьянцы не сходились, ну а он не унывал. Как-то раз под этим маном ветер вывернул карманы, ветер расшвырял колоды, их теперь на руках. Джеролама невезучий, может быть у вас получше всё сойдётся, звук и отзыв, страсть и старость, смех и страх. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok